Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уа алейкум ассаляму ва рахматуллахи ва баракату. Меня зовут Абдуразакхан. Простите, я могу попросить кого-нибудь принести мне стакан воды? И стул, если вы не против. Да. И ещё стул, пожалуйста. Да, прошу, брат, можешь задавать свой вопрос. Мой вопрос таков. Является ли ислам сексистской религией, потому что женщины, кажется, получают больше привилегий по сравнению с мужчинами? Спасибо. Ты можешь повторить свой вопрос? Ты сказал ислам… Является ли ислам сексистской религией? Сексистской. Потому что женщины, кажется, получают больше привилегий по сравнению с мужчинами. А является ли ислам сексистской религией? Потому что женщины получают больше привилегий по сравнению с мужчинами. Машаллах, мне в первый раз задают подобный вопрос. Я много раз проводил лекции, знаете, о правах женщин в исламе. И я всегда говорю, что... Потому что, знаете, сегодня медиа говорят, что ислам угнетает женщин и тому подобное. И когда я выступаю, я всегда говорю, что никто не может возражать, что ислам дает больше прав женщине. И в первый раз кто-то задал мне вопрос, дает ли ислам больше привилегий женщине. Да, по сравнению с другими религиями, я согласен с тобой. По сравнению с другими религиями, ислам дает максимальные права женщине. Но в целом, мужчины и женщины в исламе равны. Но равенство не означает идентичность. У каждого есть свои права и обязанности. Они равны, но не идентичны. Я согласен с тобой, что средства массовой информации изображают женщин порабощенными, которые держатся позади и отсталыми. Я согласен с тобой, что по сравнению с другими религиями, ислам дает максимальные права женщине. Поэтому в своих выступлениях я много говорил о правах женщин. Поэтому, когда человек слышит мои лекции, ему кажется, что женщины превосходят в правах мужчин. Но это не так. У каждого есть свои права. Но равенство в правах не значит, что они одинаковые. Я приведу тебе небольшой пример. В классе есть два ученика, которые получили 80 баллов из 100. И оба выходят первыми. Ученик А и ученик Б. И когда мы проверяем ответы, мы узнаем, что есть 10 вопросов. И каждый вопрос с 10 баллами. В вопросе номер один ученик А получает 9 из 10. А ученик Б получает 7 из 10. А в вопросе номер два ученик А получает 7 из 10, а ученик Б получает 9 из 10. Поэтому в вопросе номер один ученик А имеет некоторые преимущества перед учеником Б. А во втором вопросе ученик Б имеет преимущество перед учеником А. А в оставшихся вопросах, от третьего до десятого, оба ученика получили 8 из 10. Поэтому, если посчитать в итоге, они оба получили 8-10 баллов из 100. От третьего до десятого вопроса они оба получили одинаковые баллы. В вопросе номер один ученик А имел преимущество, а в вопросе номер два ученик Б имел преимущество. Например, если грабитель проникнет в дом. Я не скажу, что я верю в равенство женщин и мужчин и не отправлю свою жену защищать мой дом. Или свою дочь, чтобы она шла и сражалась. Потому что Коран говорит в Суре Аниса, аят 34. Мужчины являются победителями женщин. То есть мужчины – защитники женщин. Многие люди думают, что «каввам» значит «превосходит». Нет. Но «каввам» происходит из слова «акама», что значит «встать на защиту». Поэтому обязанность мужчины – встать на защиту женщины. И аят продолжается, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими. Так что «превосходство в силе» Аллах дал мужчине. Поэтому его обязанность – встать на защиту женщины. С другой стороны, если ты прочитаешь хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в сухиху Бухари, под номером 8, в книге «Нравов», глава 2, хадис номер 2. Однажды один человек пришел к посланнику Аллаха, мир ему и богословения Аллаха, и спросил, «О посланник Аллаха, кто из людей больше всего заслуживает хорошего отношения с моей стороны?» Он ответил, «Твоя мать». Тот спросил, «А затем кто?» Он ответил, «Твоя мать». И тот спросил, «А затем кто?» Он ответил, «Твоя мать». И тот спросил, «А затем кто?» Он ответил, «Твой отец». Это означает, что 75% любви и хорошего отношения достается матери, и 25% достается отцу. Три четверти любви и хорошего отношения достается матери, и одна четверть достается отцу. Кратко говоря, мать получает золотую медаль, и серебряную медаль, и также бронзовую медаль. А отец должен довольствоваться утешительным призом. Так что в этом отношении женщина получает преимущества. Наш достопочтенный пророк Мир ему сказал, что твоя мать выносила тебя 9 месяцев, и ты не сможешь компенсировать это, даже если дашь ей гору золото. Так что в этом вопросе женщина имеет некоторые преимущества, а в другом вопросе мужчина имеет преимущества. Поэтому в зависимости от ситуации, иногда мужчина имеет преимущество, иногда женщина имеет преимущество. И во многих других моментах они равны. Аллах говорит в Суре Ахазяб, глава 33, аят 35. «Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, и аят продолжается». Поэтому в большинстве вопросов они одинаковые. В каком-то аспекте мужчина имеет преимущество, в каком-то аспекте женщина. Надеюсь, я ответил на вопрос. Спасибо. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший ютуб-канал под названием «Поистине». На нём наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. Братья и сёстры, давайте вместе поможем их каналу развиться. В этом, иншаллах, будет благо для нашей уммы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю закреплённым комментариям.